Добрый день! Сегодня инбоксинг. Это кубик Ганн 251. Я достаточно много, в последнее время крутил 2х2, и поэтому все-таки решил купить модель от Ганна. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Такая вот обычная упаковка. Вот здесь черный коробок. Внутри бокс с кубиком. Мешочек. Запасные гайки. Инструкция. И еще что это? А, инструкция как открывать бокс. Ух ты, круто. Кубик вышел уже достаточно давно, поэтому у меня в наличии уже есть Ганн XS. И я решил сравнить у них боксы. Как мы видим, они очень похожи. В принципе, это один и тот же бокс, но кубик 2х2 в нем не болтается, потому что сделана подлиннее, вон та ножка, которая фиксирует кубик. Из-за этого кубик не болтается, его можно переносить. Но с этим боксом он занимает гораздо больше места. Гаечки здесь еще трех цветов. Желтые, то есть фиолетовые и синие. Я собираю на тех, которые с завода, и мне вроде бы хватает. Чтобы открыть бокс, мы нажимаем на кнопочку, которую надо сначала найти. Вот она, как сказано в инструкции, так вот раз и все открылось. Первое, что мне не понравилось в кубике 251, это матовый пластик. Сам кубик в себе очень быстрый, приятный. И кроме вот этой матовости, негатива не вызывает. Такое слегка шлестящее вращение. Но он очень быстрый. Я на нем не улучшил свое среднее время. Совсем. Если на XS спустя более чем 1000 сборок я все-таки улучшил. Пусть незначительно, но чуть лучше стало. Но на двушки нет. Мое крайне негативное отношение стало меняться после того, как у меня появился XS 3х3. Который тоже был матовый. И он постепенно начал матовость свою терять, перетираться. И, соответственно, я стал замечать такое же за кубиком 2х2. И на чемпионат моего опыта 19 я взял и двушку, и трешку ган. И мегаминк, соответственно. Первой моей претензией кубика, кроме матовости, было то, что здесь нет numerical крестовины. Которая тогда была самая модная на гане X. Ну, с ганом XS in numerical отошла в сторону с этими регулировочными гайками. И вся вот эта вот атрибутика в виде запасных гаек, которые вечно рассыпаются, тоже сходит на нет. Ну, видимо, будет еще одна версия кубика Ган с системой как на 3х3. Возможно и магнитов, и гаек. Будем ждать. А пока здесь такие вот магнитики, которые не меняются. Потому что менять-то можно на ребрах, на углах-то не очень. Вот эти капсулы поводавливать получится. То есть система должна быть какая-то более сложная. Сам кубик вращается, приятный, комфортный. Я с большой неохотой покупал кубик 2х2 от Гана. Поскольку помню вот этот старенький 2.49 магнитный. Причем это вторая версия еще, которая типа получше. Отвратительный кубик. Ни за что не покупаете. Он маленький, 49 мм. И весь матовый, такой круглый весь какой-то. И крутится так себе. Мне кажется, в нем даже гайки и штата не менялись. По-моему так. Ну короче, неудачная модель. Но что-то все так хвалили 2.51, что я его все-таки купил. Отсобирал я на мои, не помню, 5 с чем-то секунд. Среднее время не улучшил. В Тамбове на том же VRM время было 5.15. Но, наверное, я им покручу. То есть вот мои фавориты. Это VRM, Жан Ланг. Третьим к ним поставлю Ган. Пока буду думать. Постепенно собирать и теми, и другими. Я не буду этот кубик боготворить. Просто им еще пособираю. На ближайших чемпионатах каких-нибудь. Ну, исключительно благодаря XS. Который слегка смягчил мое отношение к этому матовому пластику. А так, обязательно ли он для покупки? Да совершенно нет. Вот эти вот ничуть не хуже кубы. И учитывая, что на каждом из этих кубов у меня сходка лучше, чем на Ганни. То тут прям никаких забот. То есть, острой необходимости в покупке Гана нет совершенно. Те, кто любит Ган, пожалуйста. Те, кто хотят чего-то нового, то же самое. Но, сразу говорю, матовый пластик из коробки. Очень скользкий, если руки сухие. Если руки влажные, то это не так важно. Но, если сухие, да, будет неудобно. Но, со временем он притирается. Мне все равно ближе. Такой вот глянцевый пластик. Стандартный. Не знаю. Возможно, заматываем пластиком будущее. Как знать. Ну, кубик неплохой. По названию видно, что он 51 мм. И, по мне, такой размер удачный. То есть, 50-51 мм. Удобно. Меньше уже нет. Хотя, вот, Валк 2М, который тоже 51 мм, кажется, был. Но, мне не понравился. А эти вот хорошие. Три фаворита. Выбирайте любой. Какой больше по душе. Ну, у Ганна можно еще гаечки поменять. И под свой вкус настроить. Эти, конечно, отверточкой настраиваются. Ну, мне вот эти вот настройки из коробок вполне понравились. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.